14 айфоны только вышли, а уже у нас с вами есть достаточно много информации про то, какими будут айфон 15 линейки, поэтому сегодня поговорим про сразу целых 8 вещей, которые мы с вами увидим в айфон 15. Меня зовут Максим, вы на канале Демец Лаунж, поехали! И вот у людей всегда так, только успевает выйти какая-то одна модель, неважно чего-то, сразу все начинают говорить про следующую, потому что, ну это вышло, все, инфоповод ушел, пора говорить про что-то новое. Собственно, сегодня обсудим, здесь будут слухи, которые достаточно очевидные, которые подтверждаются определенными инсайдами, потому что я не буду для вас какие-то супер рандомные вещи убирать, нет, здесь все то, что будет в действительности. Но мы с вами должны понимать, что реальные сливы, там, не знаю, всякие чертежи, фоточки и прочее, начнут появляться с конца декабря, и уже дальше туда вот до мая будет такой период, когда будут появляться разные фотки, сливы. Верны ли они? Ну, слушайте, мой опыт показывает, что вот за предыдущие года все это сливалось, и все это потом так или иначе оставалось правдой. То есть нам в позапрошлом году, по-моему, еще в декабре слили дизайн вот этих вот камер iPhone 13 линейки, именно обычных, что они будут повернуты по диагонали, и, собственно, да, они такие вышли, поэтому кто-то действительно из цепочки поставок имеет возможность слить это. Я не думаю, что Apple сливает это все сама, в отличие от других брендов, но вот здесь вот, к сожалению, так. Ну и, конечно же, стоит напомнить, что если вам такой ролик понравится, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ничего классного и интересного не пропустите. Начнем мы с очевидного, ждут этого все почему-то очень-очень сильно, USB-C. Конечно, у нас есть определенная информация, что Apple в следующем году поставит USB-C. Так ли это на самом деле или нет, мы увидим с вами на рендерах, которые, вот как я сказал, в начале года начнут появляться, кат, чертежи и прочее, но пока все инсайдеры говорят, что да, USB-C быть. И вот я не то чтобы сильно разделяю то, что ура, USB-C, но как бы с одной стороны да, пусть выходит, я ничего против USB-C не умею, удобный разъем, на iPad'е пользуюсь, на MacBook'е пользуюсь, да все хорошо. Но здесь нужно понимать, что все же почему хотят USB-C? Не только из-за совместимости между другими устройствами, все хотят скорость. А вот iPad 10-го поколения, он показывает, что скорость там не обязательно завозить, можно поставить тот же USB 2.0. Поэтому, как я это вижу, что Pro-линейка и другая, чуть попозже поговорим, получат USB более скоростной, чем обычный. То есть обычные айфончики как были с USB 2.0, так и останутся. Просто теперь вместо Lightning'а у нас будет тот самый USB-C, всеми желанный. Ну, как бы, мое мнение, знаете, если нет, в телеге почитайте, я писал как-то пост, я очень нейтрально к этому отношусь. Ну, окей, сейчас Lightning будет USB, пусть будет USB, мне плевать. Второй слух прилетает к нам от того самого Минчику. И он говорит, что в айфон новой линейки вот эти вот боковые кнопочки, которые мы с вами нажимаем, плюс громкость, минус громкость, кнопка блокировки, они будут сенсорные. По типу того, как это сделано в айфон SE, по типу того, как это сделано в айфон 7, айфон 8. То есть вот такая вот внизу сенсорная кнопка, она вроде как и физическая, но на самом деле отрабатывается сенсором. Вот здесь будет так же. До сих пор я не особо понимаю, какой в этом смысл. Да, наверное, это повысит какую-то влагу защиту, потому что сюда ничего не проникнет. Но как тогда перезагружать телефон? Нужно придумывать другой принцип перезагрузки телефона, а, собственно, каких-то физических вещей-то больше не осталось. Если у вас зависнет эта кнопка, то тогда уже могут возникнуть проблемы. Потому что если она у вас физическая, вы ее можете прожать, там сработает триггер и кнопка нажмется. А вот если она у вас сенсорная, то что делать, мне не очень ясно. И поэтому какой-то большого резона от этого я не вижу. Но, тем не менее, посмотрим. Да, понятное дело, за счет того, что это будет все сенсорное, можно будет новые функции туда назначить. Ну, не знаю, как по мне, такое себе. Третий пункт – это никаких новых размеров. Останутся все так же четыре модели и два размера. 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Поэтому, если хотели больше iPhone, меньше iPhone, к сожалению, этот вариант не для вас. Ну и, кстати, если вы не хотите ждать новых iPhone, которых ждать еще практически целый год, то вы всегда можете купить актуальную линейку моих друзей из магазина TechnoDeal. Ссылочка на них будет, как всегда, внизу в описании. Залетайте, у ребят отличные цены, отличное качество обслуживания и, самое главное, гарантия на все устройства, которые они продают. Так что я вам прямо рекомендую. Не забывайте про промокод, даст вам дополнительную скидку, почему бы и не сэкономить еще немного. Двигаемся дальше. Динамический остров для всех новых моделей iPhone. Тоже нам такой инсайт дают. Говорят, что вот этот динамический остров из iPhone 14 Pro и Pro Max, он появится во всей линейке iPhone 15, что, наверное, логично. И как бы ничего здесь такого нет. Тем не менее, в опыте использования iPhone 14 Pro, который надо бы уже, наверное, снять, я вам расскажу, есть ли в этом действительно какой-то большой смысл или все-таки нет. Потому что вот за то время, что я им пользовался, у меня сложилось достаточно противоречивое мнение. Следующий пункт это более премиальный iPhone. То есть у нас и так есть iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Вот говорят, что вместо Pro Max у нас может появиться некий новый iPhone Ultra. То есть iPhone 15 Ultra. Самое главное, что по аналогии с ультра часами, говорят, у него будет титановый корпус. И это достаточно интересно, потому что iPhone станет легче, при том сохранит свою прочность. Может быть станет даже прочнее, чем сталь. Хотелось бы на это посмотреть. Однако есть ощущение, что в таком случае iPhone достаточно неплохо подорожает. Что ж, скоро узнаем. Ну и отсюда у нас вытекает следующее, что не может же просто вот ультра только с новым корпусом быть. Нет, туда, говорят, добавят перископную камеру, которую Apple уже достаточно долго разрабатывает. Ну, собственно, чтобы достичь большего фокусного расстояния. Многие используют это, там, Huawei, Samsung, и как бы, окей, ничего плохого в этом не вижу. Для меня интригой остается, будет ли это четвертый модуль камеры. Или же это все-таки будет у нас встроено вместо трехкратного телевика. То есть, на самом деле, я не совсем понимаю. Если честно, мне нравится 3X расстояние. Это и не слишком далеко, и не слишком близко. То есть, портретики на него делать классно. Получаются очень выверенные грамотные пропорции. Но, хотел бы я поменять 3X на 5X или на 10X? Да, наверное, нет. Если они смогут сделать переменную фокусное расстояние, тогда это было бы, наверное, вообще классно. Но у меня есть, на самом деле, в этом большие сомнения. Поэтому пока как-то выходит все сомнительно. Конечно же, новый iPhone Pro линейки и ультралинейки получат новый процессор. A17 по трехнанометровому техпроцессу от TSMC, с которыми Apple в этом году пытались договориться по ценам и вроде как договорились. Поэтому ждем их в новых iPhone Pro и ультралинейки. А, естественно, теперь Apple очевидно, что перешла на новую тему. И iPhone 15, iPhone 15 Plus получат просто у нас с вами обычный A16, который сейчас стоит в iPhone 14 Pro. Вот такая вот, к сожалению, грустная новость. Но, не знаю, зато они получат прибавку оперативы. Как, впрочем говоря, и, естественно, Pro и ультраверсия, говорят, что до 8 гигабайт увеличится это значение. Мне кажется, что, ну, в принципе, и 6 достаточно. Но, окей, ладно, пусть будет. Например, в некоторых iPad'иках у нас 8 гигабайт оперативы, в тех же на M1, на M2. Поэтому, ладно, хорошо. Если Apple считает, что нужно больше оперативы, пусть будет больше оперативы. На данный момент какие-то вот такие у нас новости по поводу новых iPhone'ов. Естественно, если будут какие-то важные апдейты, которые я прям такой, вау, офигеть важно, я сниму отдельный ролик. Если будет просто что-то появляться из новостей, что вот есть такой-то слух, еще там что-то дополнительное добавили, я это буду публиковать в Telegram-канал. Ссылочка внизу в описании, вы все сами знаете. Я, собственно, специально хотел снять вот такой общий ролик по iPhone'у 15-й линейке, потому что в следующий раз, скорее всего, буду снимать это уже в следующем году, в 23-м, и, может быть, даже не в самом начале. Если такой ролик вам понравился, как я и говорил, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокон, ничего классного и интересного не пропустите. YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика. Естественно, там же внизу в комментариях пишите, что думаете об iPhone'у 15-й линейке, как вам вообще такое, хотите брать, не хотите брать. Интересно, что будет с дизайном, потому что вот как бы три года прошло, и останется тоже шасси, или перейдут они на новое, тоже напишите, с удовольствием почитаю, что вы хотели бы видеть. Про технодеос в описании тоже не забывайте, если вдруг целый год еще не хотите ждать себе нового айфончика, у ребят классные цены. Ну и пока ждете нового контента, можете посмотреть вот эти два видео, специально подробленные для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, и с удовольствием, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok